Цегламенская библиотека номер 16 представляет Книжное путешествие во времени Время никогда не стоит на месте, оно постоянно в движении. Иногда людям хочется вернуться в прошлое или даже перепрыгнуть сквозь годы, пускай только воображений. Но вдруг путешествия в прошлое и будущее действительно станут новой реальностью? Что же такое время? Философии. Одна из основных объективных форм наряду с пространством, существование бесконечно развивающейся материи, последовательная смена её явлений и состояний. Второе. Продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, минутами, часами. Третье. Промежуток той или иной длительности, в которой совершается что-нибудь, последовательная смена часов, дней и лет. И четвёртый. Определённый момент, в который происходит что-нибудь. Путешествие во времени – один из самых ранних мотивов в жанре фантастики. После того, как герои сбороздили все неведомые моря, космические дали и открыли все мифические страны, перед ними открылся только один непокорённый горизонт – время. Менялся и возраст путешественников. Не только степенные учёные, но и обычные мальчишки и девчонки. Есть множество хороших книг о чудесах, связанных со временем. И не только для взрослых и умудрённых читателей. Цегламенская библиотека номер 16 подготовила обзор книг для детей, из которых можно узнать, как надо и как не стоит обращаться с линией времени. Книга «Сокровища Великого Хана» доктора исторических наук Алексея Богачёва написана на основе богатого и интереснейшего фактического материала. Герои книги – обыкновенные российские школьники, случайно находят золотой перстень, который оказывается ключом, приводящим в действие машину времени. За перстнем охотится некий господин Альварес, готовый ради достижения своей цели жертвовать жизнями людей. Ребята вступают с ним в неравную схватку. Стараясь предотвратить попадание перстня в руки жестокого авантюриста, они оказываются в 1912 году на месте находки прищепинского клада. Правду о сокровище предстоит разгадать школьникам с помощью старого опытного антиквара, умнейшего историка и гениального физика, который сумел понять принцип путешествий во времени. Но на этом их перемещения не заканчиваются. Андрей Жволевский, Евгения Пастернак, Москвест История – это дама, и как все дамы, она чуточку капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться придется целую книгу. «Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?» – спрашивают герои книги. «Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, а они мало что помнят даже из школьного курса». Да и школьный курс не всегда совпадает с тем, что происходит перед изумленным взглядом невольных путешественников во времени. Особенно, когда приходится столкнуться с дружинниками Долгорукова, давать советы самому Калейте, защищать Москву от Тахтамыша или работать толмачом у английского посла. А еще это роман о любви. Виктория Ледерман. Календарь. Майя. Просыпаться утром и обнаруживать, что проживаешь дни в обратном порядке. Шутка посерьезнее дня сурка. Шестиклассник Глеб Елизаров всего лишь нацарапал на древней стене дату 23.05.2013 и отправился с парой одноклассников сначала в 22 мая, а затем в 21, 20, 19. Недавно перешедший в новую школу Глеб уволенят личник Юра Карасев и погрязшая в домашних делах Лена Зюзина видят в повторении вчерашних и позавчерашних событий кое-какие плюсы. Можно переписать итоговую контрольную, уклониться от драки с хулиганом или даже без угрызений совести спустить все карманные деньги на угощение. Ведь утром купюры и монеты снова окажутся в кошельке. Но чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад в будущее. Да и как стереть надпись, которую сделаешь только через неделю? Экскурсия к археологической находке, якобы относящейся к цивилизации майя, стала для троих ребят началом приключения, рассказ о котором не убедит ни одного взрослого. Или все же найдется тот, кто им поверит? Кир Булычев. Сто лет тому вперед. Сто лет тому вперед – одна из лучших повестей Кира Булычева. Космические пираты охотятся за важным прибором – милофоном, читающим мысли человека или животного на расстоянии. Алиса, которая взяла милофон у отца, профессора Селезнева, отправляется в прошлое, где с помощью обыкновенных московских школьников спасает от рук космических пиратов чудесное изобретение. Тамара Крюкова «Призрак сети». Ученому, занимающемуся аномальными явлениями, удалось снять на цифровую камеру призрака. Он и не подозревал, что фантом вырвется в интернет, а современник, любитель приколов и розыгрышей, отправится в XIII век. Увидеть живого Александра Невского – круто, но оказаться в сражении лицом к лицу со шведскими рыцарями – это уже не шуточки. Тамара Крюкова «Повторение пройденного». Представь, что ты вдруг очутился в начале 80-х прошлого века, да еще в школе, где учатся твои будущие родители. Забавно пообщаться со своим отцом, когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас. Повесть адресована читателям среднего школьного возраста и всем родителям, которые вернутся в свое детство и, быть может, получат от чтения даже больше удовольствия, чем дети. Александр Житинский. Часы с вариантами. На свой 16-й день рождения Сергей Мартынцев получает от дедушки необычный подарок – часы, с помощью которых можно путешествовать во времени. Он не сразу решается испытать их, но, попробовав, уже не может остановиться. Сергей то отправляется в прошлое, еще раз переживает лучшие моменты своей жизни, то, наоборот, устремляется в будущее в надежде избежать горести и неудач. Однако вскоре приходит усталость от хаотичных передвижений во времени, и он начинает задумываться о смысле дедушкиного подарка. Эти и не менее интересные другие книги вы можете взять у нас в Цегламенской библиотеке номер 16.